Привет, Люся Грин! Привет, привет! Дед Вочи и Мадан, в котором обитают все фантастические твари! Да вот же он со мной, Long Time No Sea, дорогая! Привет, привет! У меня мало времени, но, по-моему, еще много материала, поэтому я не сможешь, сразу начну. Давай! Я такая опухшая, потому что на этой неделе я посмотрела в три раза больше пропагандистских программ, чем на прошлой, чем в прошлой выпуске, потому что мне было интересно, на каком этапе и каким образом они будут говорить про Грозу. Так вот, ни в одной программе про Грозу, про село, о котором говорит весь мир, не было ни слова вообще. Чтобы вы понимали, я посмотрела Киселева, Соловьева, время покажет 60 минут, и еще реально куча проектов за пятницу, выходные и, соответственно, понедельник. Ни слова, зеро. Возможно, они начали говорить вчера, во вторник, после того, как ООН озвучили согласованную с верхами версию. Сейчас все нормально, случайно пошел звук. Да, но до понедельника включительно они молчали. Вот это важно запомнить, да, потому что, ну не знаю, мне кажется, это именно то, зачем я делаю этот проект, отслеживать такие вот вещи. Все, за редким исключением, естественно, говорили про Израиль. Риторика была с нескрываемой интонацией злорадства, ха-ха, мол, лучшая разведка мира. Ну, ну, на примере Киселева давайте посмотрим. Событие развивается столь стремительно и драматично, что уже никто и не вспоминает о столь устойчивых стереотипах, что складывались годами. Да вот по пальцам. Израиль – самое защищенное и безопасное государство. Мощь израильской армии и ЦАХАЛ не ставятся под сомнение. МОСАД – лучшая разведка в мире. Израильская система ПВО – железный купол непробиваема. Израильский танк «Меркава» неуязвим. Сейчас все эти стереотипы снесены, словно золотая листва порывом осеннего ветра. Когда Дмитрий Киселев был маленький, он хотел стоить по этому, но, видимо, повернул не туда в какой-то момент. И вот, пожалуйста. Теперь просьба вспомнить молчание про грозу и вот через эту призму послушать, что говорит Скобееву про действия Израиля в ГАЗе. Прямо сейчас сектор ГАЗа ВВС Израиля равняют землей по принципу «Вот на кого упала, тот и террорист». Но главный вопрос сейчас – как вообще шахид-мобили и дельтапланы Хамаса обошли распиаренную систему ПВО «Железный купол», сожгли и захватили сразу несколько так называемых неуязвимых танков «Меркава». Ясно одно, МАСАД со своей знаменитой контрразведкой, а также США, СРУ и прочими разведуправлениями проморгали удар Хамаса. Это крупнейший провал Израиля в сфере безопасности 1973 года, но и скорой деэскалации, судя по всему, не предвидится. Ну вот так, с трудом скрывая улыбку, говорить о трагедии или как состоялось мое первое знакомство с Ольгой Скобеевой. Я реально ни разу не видела ее. Вот это первый раз, когда у меня, наконец, фамилия синхронизирована была с картинкой. У Люси продолжается медовый месяц российской пропаганды, она узнает это. Значит, сейчас я вас попрошу о двух вещах. Я сейчас вам покажу видео и попрошу вас, во-первых, обратить внимание на реакцию второго гостя, принятого очка, как бы чуть не хрюкнул там от смеха, когда разговор зашел о гуманности русской армии. И второе, да, пожалуйста, не забывайте, что эта программа выходит через несколько дней после событий в грозе. Покажите, пожалуйста, теперь. В этой связи нужно, конечно, подчеркнуть, насколько все-таки гуманно действуют наши войска, наше Министерство обороны, когда мы действительно работаем только по военным объектам. И никто вот этот, на самом деле, гуманизм нашей армии на Украине не отмечает. Ну и, наконец, наши, конечно, релаканты. Вот у меня большой вопрос к тем, кто туда эвакуировался, не только знаковым людям. Хорошо, ладно, там Макаевич и Гребенщиков люди пожилые, но Галкин-то молодой, цветущий, полный сил. Значит, наверняка должен записаться добровольцем, хотим увидеть, так сказать, с ним какое-то селфи. Вы видели, как он угорал просто открыто этот второй? Я просто уже, честно говоря, хотела проразить, чтобы меня не напрягали тем, чтобы я запоминала еще и экспертов, как зовут. Не, не надо. Да, но вот этот «Черный в очках» – это просто прямо вот мой любимый теперь персонаж. Галкин, надо сказать, не пнул только ленивый. Вот такое впечатление, что им прислали разнарядку конкретно по поводу Галкина и сказали, вот если вы его пнете, нашему там приятно будет. И мне просто интересно теперь, кто так ненавидит Галкина в Кремле, потому что уехали тысячи человек, а докапываются только Галкину. Почему? Словьев, естественно, исключением не стал. Смотрим. А ведь невольно то, что происходит в Израиле перед нашей так называемой оппозицией, ставит очень много вопросов. Вопрос первый. Они туда поехали, получили израильские паспорта. Они пойдут воевать за свою новую родину? Не дожидаться, пока их призовут? А вот они, вот все эти Галкины, Слепаковы, они же еще молодые ребята. Вот они пойдут воевать за Израиль? Обязаны по конституции израильской. Вот у гражданки Собчак, у нее есть израильский паспорт? Показывали его. Ну, если показывали это правду, то она, наверное, должна явиться на призывный пункт. В израильской армии служат и мужчины, и женщины. Не, ну просто, это было бы порядочно, это было бы правильно. Ну да. А кто там ему подпекал? Все время. Извините. Что, что, что? Это какой-то эксперт, которого мы договаривались не запоминать. А, понятно. А просто кто-то ему постоянно поддакивает. Ну да. Нет, не изначально. Они все, на самом деле, дико смешные и забавные. Ну, с точки зрения того, что я все время говорю, что это чушь. Но их, правда, тысячи, Тань, я не справлюсь. Слушай, а вот про Соловьева я хотела задать вопрос. Он же такой человек, который постоянно прям вот тельняшку рвет на груди, какой он еврей. Он что-нибудь про Израиль говорил? Что вообще там, как бы, хамас террористы, ужас, кошмар. Или он только про Собчак смог из себя выдавить? Ты знаешь, они вообще, это очень смешная тема, хотела сказать об этом чуть попозже, но неважно. Они очень осторожно говорят слово террористы, точнее, они его не говорят. Они их называют по-всякому, вообще по-разному. Они говорят слово «заложники», причем, но они не говорят слово «террористы». Ну, понятно же, почему, по-моему, нет. Потому что Россия не признала хамас террористической организацией. И это может быть с хамасом, более того. Да, они не могут сказать террористы. Но они говорят слово «заложники». Такие вот, знаешь, очень, как сказать, последовательные ребята у нас работают на телевидении. Заложники есть, террористов нет. Ну, такой фокус. В общем, да, я уже показывала раньше на этой неделе в обсуждении темы Израиля, преобладала интонация злорадства над израильскими мировыми службами. И у меня тут, ребята, есть вопрос. Я человек новенький, ничего не понимаю, висит мне как будто мне пять. Саша и Таня, в чем дело? Значит, все разведки профукали, а наши-то что? Ну, то есть, она не знала, и тогда, получается, тоже профукала, или она, типа, знала, но не предупредила, что еще больший провал, если честно? Она была в Украине, и все профукало там. А, то есть, то, что профукало там, это как бы норм, а вот как бы то, что британское, американское, это ай-яй-яй, понимаешь? Вот мне очень нравится, когда эксперты и ведущие, они заговариваются и внезапно начинают говорить правду. Вот это самый любимый момент. Посмотрите, как это бывает. Отбросим этого Джеймса Бонда, который все знал и всех побеждал. Но реально это они еще присутствуют. Исчезли совсем, что ли, агентуры? Не знали, кому продают и кто продает, включая Украину, эти самые вооружения, налево и направо. Показывали картинку впечатляющую. Я так понимаю, что это не фейк, это реальность этих самых. На парашютах, на парапланах спускались. Но это же нужно было тренироваться. Мы не можем сейчас на парапланах спуститься даже вот с этого потолка сюда. А что, тоже все не замечалось? Ну, то есть, как минимум, кто-то об этом точно знал и не рассказал. Ну, почему-то мне кажется, что это не русская разведка. Виталий Тойч, корень смотрит. Я посмотрела, как он на параплане спускается. С потолка хотя бы. И вообще, как можно с потолка, может, с гусеницком параплане, интересно, технически. Получается, что, в общем, русская разведка не была в курсе. Это такой же ее провал, как британская и всех остальных. И интересный, опять же, вот момент, что... Вы знаете, кто такой Артем Шейнин? А то! А то! У нас есть история, связанная с Артемом Шейниным. Потом расскажем. А сейчас нельзя? Нет, это внутричок. Окей, хорошо. Да как-нибудь и так расскажем. Я не знала, кто был Артем Шейнин. И выяснилось, что, оказывается, Артем Шейнин – главный пацифист на русском телевидении. Полюбуйтесь. Я понимаю, что человек, который пытается остаться объективным посередине, он, как правило, получает и справа, и слева. Но давайте будем честными. В этой истории, которая насчитывают уже даже в новейшей истории десятки лет, ужасы творят обе стороны. Наличие этой сложно решаемой проблемы, которую Израиль не очень стремится решать, говоря о том, что это вопрос его безопасности, и он будет делать так, как считает нужным, абсолютно не оправдывает средневековую жестокость взятия заложников, под камеру пытки людей, захваченных в заложнике и так далее. Не оправдывает и не объясняет. Точно так же, как зверства этих уродов, которые берут заложников и под камеру их пытают, убивают и так далее. Я нарочно его прерываю сейчас на полусловие, потому что мне не важно то, о чём он говорит, но для меня именно важен был этот язык, вот то, о чём говорила Таня только что. Да, как бы звери, нелюди, но и террористы. Ты заметила? Вот с буквы Z на моем случае чувачок рассказывает мне, что он за мирных жителей. Ну, конечно, так у них и позиционируют. За мир всё время они пишут, да. Покажите следующий кусок, пожалуйста. То есть опять, понимаете, вот эта цепочка ужасная, вот этот бесконечный круг ненависти, мести за что-то, мести за месть, за что-то и так далее, он не прерывается. Как вот все спрашивают, а ты за кого? Да я за всех и не за кого. Я за мирных жителей, безоружных, с обеих сторон, и я против какой-то совершенно заграневой жестокости с обеих же сторон. Я иногда буду выискивать и использовать из фильмов просто как снижение своего собственного гнева, потому что мне бы сейчас пришлось разразиться чем-то, а так я как бы вот, ну... Потому что у меня, честно говоря, нет сил вообще. Самое страшное, мне кажется, что они все в какой-то момент придут ко мне во сне. Ладно. Я буду тебе перед сном присылать фото и видео с котиками. На чем мне присылать? У меня три котика живут здесь. Боже котиков, богу котиков. Я считаю, что я больше еще не нужен. Вот, значит, следующая фраза, мне кажется, точно понравится Саше тебе и Тане тебе, она звучит так. На этой неделе Путин опустился. Путин опустился с четвертого места на пятое. Наверное, Таня еще не знает, но у нас есть какой-то замечательный на русском телевидении проект, который называется «Москва, Кремль, Путин». Еще не знает. Я про него писал в свое время колонку в Deutsche Welle после его появления. Горячие поклонники этого жанра. Мать, мы просто уже все это, так сказать, бросили смотреть то, что ты только начинаешь. Интересно путь алкоголика проследить, надо, так сказать, уже не все время. Я думаю, что «Москва, Кремль, Путин» – такой проект, который рассказывает нам о том, чем Путин занимался всю неделю, проект выходит вечером в воскресенье. Замечу, что программа «Кремль, Москва, Путин» стал вообще единственным прокладинским проектом, который процитировал слова Пу про смерть Пригожина, которую он произнес на Валдае. Но именно только процитировали. Знаете, никакого комментария не было. Процитировали оттуда, галочку поставили, отчитались, пошли дальше. Висит в воздухе вопрос, а что случилось? Это Путин про катастрофу с самолетом Пригожина. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Но следствие не завершено. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Но то, что есть, я вам сказал. Я впервые обратил внимание на дерганный монтаж. Он меньше 7 секунд в кадре постоянно. И тебе кажется, что слова должны дергаться. Я тебе говорю в прошлый раз, что это особенности монтажа. Это и так под Тарантину косяк. Да, да, да. Слушай, знаешь, извините, небольшой офтоп. Просто мой любимый фрагмент из этой передачи, как они снимали установку и проверку букетов. Там что-то Путин должен был на 8 марта кого-то поздравить. Или что-то такое. Так у них прям был реально полсюжета про то, как приносят букет цветов, корзину цветов, как ее переставляют. И там вот тоже этот монтаж. И я смотрела такая... Господи, боже мой, почему? Нет, полное впечатление, что Путин все время поворачивается так малек. Тын-тын его бросает из стороны в сторону. Ну что вы не понимаете вообще ничего в кино? Окей. Вот я после этих слов про Пригожина, я, конечно, очень смеялась над ними долго. Я вообще даже подумала, что вот если бы Владимир Владимирович был бы диджеем, я бы ему посоветовала взять псевдоним диджей Палева. Такой хорошо звучащий. Потому что, конечно, странно, что у него так вокруг все запущено с кадрами, что ему никто не посоветовал так ярко себя не сдавать самому себе. Потому что если раньше, может, у кого-то и были вопросы по поводу гибели Пригожина, а оставались там наивные умы, то сейчас даже у них, думаю, все сомнения отпали. Еще Владимир Владимирович на этой неделе пошутил хорошо. Это все каналы в новостях передали. Действительно, такая шутка смешная. И повод, главное, нашелся. Как и все шутки нашего президента, главные, и уровень прежних шуток соблюден. В общем, ничего нового, в принципе. События вокруг Нагорного Карабаха к тому моменту, пожалуй, самая горячая тема. Европа обвинила Россию в предательстве Армении. Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчрова. Корова, кобыла, неважно. Животная, короче, какой. Этот файл у меня, кстати, назывался Путин живой. У тебя передача так называется. Фантастическая тварь. Это даже в какой-то степени любя. Я, по-моему, поэтому его выбрала, потому что слово фантастический, они как бы снижают агрессию слова тварь, и получается, в общем... Ну, и тварь это все-таки не мразь. Тварь-то божья, с другой стороны, понимаешь. Да, да. Они для меня все... Вот я прихожу в зоопарк и вижу в террариуме всех этих людей, рассказываю про них. У меня телевизор в террариуме. В Эденгукске, Москва, Кремль, Путин, ничего не было про Израиль, потому что за два дня ребята не успели сориентироваться. Точнее, Путин не успел сориентироваться, и все выходные про Ближний Восток, я так понимаю, молчал. Ну, и проект, которому посвящен, тоже молчал. Тем более, что важного материала для программы у них и так было хоть отбавлять. Например. Журналистам приходится переключаться в режим особого ускорения, ведь президенты меняли программу своей встречи прямо на ходу. Но как бы быстро все не было, организовать протоколу и пресс-службе нужно все идеально. Все, 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 не трогайте. Но даже когда все готово и предусмотрено, бывает и такое. Небольшой листок с надписью «Где че? Кресло?» буквально взлетел во время начала переговоров. Блин, смешно было только про телохранителей Ким Чен Ина. В фильме был такой фильм «Красота по-американски». Там такой персонаж, молодой парень Рекки Фитц, который видел... Снимал пакет. Да, даже в танцующем полиэтиленовом пакете. Вот это, мне кажется, авторы программы «Москва. Путина». Они снимают все эти маленькие радости. Просто пропустила в прошлую программу эпизод про забытую ручку. Вот сейчас, значит, летающие листики, бумаги. И они как будто через эти маленькие детали подают нам какой-то знак. Я просто не разобралась, что это за сигнал, что он значит. Ну, дайте мне время, я разберусь. И, наконец, десерт. Не зря я вот, Саша, попросила тебя перенести проект на среду, чтобы привязываться к рейтингу. Да, потому что в рейтингах у нас появился, не побоюсь этого слова, новичок. Значит, вот я, кстати, офф-топ, хотела спросить вас. Ну, новикат Таня уже все знает, я уже прям чувствую, что Таня знает вообще. Есть такой. Сам от этого страдаю. Во сколько выходит Соловьев? Вечер с Соловьем. Во сколько выходит? Как ты думаешь? Ой, нет, это я не знаю. Мне кажется, что-то в районе девяти вечера. Ты? Нет, они его поставили трам-парарам-пам-пам в 23.30. Да ладно. Да, я тебе говорю, я сама, я прям... Страна не спит, смотрит Соловьева. Ты понимаешь? Поэтому, возможно, у него такие маленькие рейтинги. В прошлый раз такой подхихикивали, да, как бы он на этой неделе, кстати, еще ниже, чем обычно, он на сейчас на 33. Поэтому, возможно, у него такой маленький рейтинг. Но на этой неделе, нет, не поэтому. Сейчас я расскажу. На этой неделе, в понедельник, в Соловьевское время впервые на канале «Россия-1» стали показывать Бесогона. Обычно его транслировали только на «России-24». И важно, Михалков сразу стартовал на восьмом месте. Соловьев 33. На том же времени. Ты сравнил народный артист и какой-то паяц. То есть, для тебя нормально, что он настолько... Ну, хорошо, подожди секунду, у меня есть еще пара. Давай. В общем, странным образом, темы Никита Сергеевич берет, вежливо говоря, старые. Ну, вот, то есть, например... У него всегда так, да. Ну, надо же подумать. Да, да. Это нормально. Он у нас сначала вот так... Лежалая, да. Комментирует лежалая. В последней программе главная тема была отмена августовских гастролей Ленкова. И я сначала дергалась, не понимала, может, это число. Перепутала, но мало ли что со мной не так. И вот Михалков с кривой антисемитской улыбочкой, называя Анатолия Белова по его настоящей фамилии Вайсман, он переживает, значит, за еврейский народ и вот как это выглядит. Почему, зачем это сделал Анатолий Вайсман? Почему он не захотел, чтобы этот спектакль о еврейском народе был показан в Израиле? Потому что ему наплевать на этот народ. Господин Вайсман делает все, чтобы этого не было, потому что живет в нем самый большой грех зависть и страх, что увидят, кто ты есть на самом деле. За что купил, зато продал. Еще Никита Сергеевич обсуждал выступление Урсулы фон дер Ляйен на Атлантическом Совете, которое также, по-моему, состоялось в начале сентября. Но таким образом мы узнали, что у Никиты Сергеевича есть слабость. Одна, но есть. Шельмуется происходящее, как оно переворачивается. Послушайте, что говорит «Моя слабость» эта белокурая ведьма Урсула фон дер Ляйен. Послушайте отрывок из ее выступления. Эта поездка дала отрезвляющий старт саммиту Джи-Си, который я никогда не забуду. Особенно сейчас, когда Россия угрожает вновь применить ядерное оружие. Представьте себе, чтобы вот то, что она сейчас сказала, было бы сказано 30 лет назад. Что это было в Хиросиме, что это было ужасно. И что сегодня это может повториться, потому что Россия вновь, слушайте, вновь угрожает применить ядерное оружие. Сука! Сейчас было неожиданно. Любви до него есть. Вот это панчлайн. Не, ну подожди, вам следует классике. Я протестую. Вам следует классике. Что же ты за разохвост нам привела? Лучше бы ты сразу сука померла. Или там падла. Я не помню, кто там. Это же человек в любящий только может так обрать. Поэтому я здесь... Конечно. Там понятно, что там есть глубина вот в этих словах про Руссулу. Я, в общем, посмотрела выступление Ляйн. Она, естественно, once again относила его к угрозе ядерным оружием, а не к тому, что Россия once again его, значит, хочет применить. Остальные темы, Никита Сергеевич, это старый вот этот пранкер на неделе мод, протухший августовский скандал с Гессен, интервью старой осетинской Шульман также месячной давности. И что интересно, мне вот удивительно, ты говоришь, народный артист, а там какой-то пояс. Ну, во-первых, мне кажется, что они давно уже на одной лестнице стоят, на одной ступеньке. Да, как бы, мне кажется, неактуальный, трепежащий Михалков нравится народу в разы больше, чем сообщающий новости день в день Владимира Рудольфовича. Для меня это... Почему? Потому что Михалков делает это под тревожную музыку, а Соловьев просто орёт. Музыка, драматургия, листочки, Не, ну, все-таки, все-таки, да, все-таки, видишь, как выяснилось, что театр, а все-таки то, что делает Михалков, это больше театр, это мир Хольдовщины, как один наш общий знакомый говорит. Вот, а театр ценится в российском народе, в российском зрителе гораздо больше, чем стендап, которым занимается, значит, Соловьев. Пытается заниматься, скажем так. Не знаю, мне просто было так скучно смотреть Бесогона. Ты в МХАТе последний раз когда была? Теперь я попросила бы показать единственный скриншот, который я прислала на этой неделе, да, это иллюстрация того, что примерно с того же времени, сколько про Израиль, на прошлой неделе наши пропагандисты говорили про нашествие клопов на Францию. И мне кажется, один этот скриншот стоит тысяч слов, которые я могла бы сказать по этому поводу. Я, в принципе, не буду говорить сегодня про клопов, ну, просто потому что считаю это неприличным. У меня, собственно говоря, все, единственное, если у меня есть полминуты, я бы хотела кое-что сказать. Говори, говори, да. В прошлой программе, обсуждая какого-то персонажа, я сказала, что, наверное, он уехал, а потом добавила, как и все нормальные люди. Мне за эту шуточку свою было стыдно шесть дней подряд. Хотела бы, я так не думаю, это подлинненькое такое низкое заявление, которое на секунду поставило меня в ряд с нашими фантастическими тварями, и я хотела бы за него извиниться. Абсолютно принимается, да. Но тут надо сказать, что у тебя был такой фантастический дебют в прошлый раз, что вот если бы это сказал кто-нибудь другой, всю неделю бы вспоминали, всю неделю бы присылали, требовали извинения и так далее. А тут практически не заметил никто, поскольку все остальное, тобой сказано, было настолько ярким. Но спасибо тебе большое. Я тоже слышал, и мы не обговаривали это с Люсей. Спасибо тебе большое. Это, как мне кажется, важное замечание, и действительно, молодец. Вот. С вторым тебя дебютом, дорогая, теперь уже с названием, так сказать. Отдельно. Люся Грин теперь существует еще и на нашем канале в этот фрагмент вырезанный. Будет со своей обложкой, с названием, а скоро вылепим какую-нибудь изоставку силами нашей объединенной распределенной редакции, и все будет красиво и здорово. Мне интересно, если можно, что зрители думают по поводу этого названия «Статические твари». А напишите в комментариях лучше всего к отдельному ролику, не к общему, в котором мы сейчас с вами находимся. Напишите в комментариях к отдельному ролику, он сегодня в нем появится, и давайте, да, давайте обсудим название, это всегда приятно. Спасибо большое, Люся, Грин с нами была, спасибо. Спасибо огромное, Люся Грин, наши слова любви, восхищения, а также обнимашки, и пожелание скорее забыть все то, что она увидела. Детокс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова